Я жила во время блокады. Вообще я родилась в Венграде, жила с матерью. Она у меня на фабрике работала. Когда началась война, это на военный завод привели. И она у меня ездила, где-то окопок были, что ли. Все время я одна была. Давали хлеб, там, по 120 грамм. Морозы сильные были за 40 градусов, как никогда. И мы ходили с одним мальчиком за водой, чтобы хоть попить, что вода – это и есть жизнь. Без конца бомбили. Я решила все-таки, весь дом сорвался. Я думала, надо бежать быстрее в этот. В обувежище. Думала, что дом большой, около меня водка. Думаю, меня как-то защитит. А наоборот попала в эту стену, и стена свалилась на эту будку. У меня задавила, весь таз мяло. Ну, вроде, слава богу, срастлось. Переходил мужчина, посмотрел, говорит, закутайте ее, все срастется. Ну, все срастлось. Вот бегаю пока. Мне 80 лет, я стараюсь заниматься спортом. Двигаюсь больше. Всеми днями хожу по несколько километров. Нам саратовские авиалинии предоставили бесплатный перелет из Саратова до Санкт-Петербурга. Но так как до Саратова надо ехать ночью, в час ночи, автобусы, электрички не ходят. Нам надо будет нанимать такси. Такси 3 тысячи. В Санкт-Петербурге у нас гостиница полторы тысячи сутки. На пять суток 7,5 тысяч. Мы никого не просили, потому что я была рабочая и не пенсионерка. И мы ездили за свой счет. Ни у кого не просили. А в этом году решили обратиться в организации. И где она работала на РТИ, ветераном была. Это ушла на пенсию ветераном труда. И в администрацию. Везде нам отказали. Мы очень просим помочь отправить ветерана в Санкт-Петербург на празднование 9 мая.